Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Я Левира Шуваева. Это проект с полицейским за чашечкой кофе. Это у нас мы стараемся делать еженедельный проект о героях. О героях нашего времени. Сегодня у нас в гостях. Представляемся? Меня зовут Анна Калиновский. Я специалист по правам защиты детей в респекторате полиции Бельц. О, такая должность. Я всегда задаю вопрос, меня всегда удивляет, почему женщины приходят в полицию? С чем это связано? С кем это связано? Почему такое желание прийти и служить нашему отечеству? Во-первых, униформа полицейская, это очень красиво. И когда женщина одета, это очень привлекает. Еще со времен университета, когда я училась, мне очень нравилось. Я проходила практику в нашем Бельском инспекторате. И тогда, наверное, и влюбилась в эту профессию. И у меня такая была и цель, прийти сюда и работать. У вас такая интересная должность. Вы сотрудник по защите прав ребенка. В чем заключается ваша работа? Чем вы занимаетесь с нашими, скажем так, с подростками? С какой категорией детей вы занимаетесь? От какого возраста до какого? Мы занимаемся с детьми любого возраста. Поточнее, с несовершеннолетними. С малых лет до 18 лет. С маленькими детишками мы проводим уроки по правилам дорожного движения. Даже те же детишки, которые в садике. Мы их учим, мы им показываем, как правильно переходить дорогу. Как правильно слушать родителей. Потому что им и воспитатели, и родители тоже дома говорят об этом. Но и мы, как полиция, приходим. И тоже им еще один раз напоминаем про эти правила. Как правильно переходить дорогу. С учащимисями уже в начальных классах и тех, которые постарше. Мы проводим тоже иной раз и правильно дорожного движения с первоклассниками. Но и с теми, которые постарше их. У нас были проекты, как, скажем, нет наркотикам. Где мы проведили профилактические уроки. Объясняли, что это нехорошо делать. Что надо думать и выбирать себе друзей. С кем они общаются. С кем они выходят на прогулку. Потому что есть разные люди, есть разные дети. Разные их друзья. Может кто-то лучше, кто-то хуже. Но друзей надо выбирать. Хороших, которые тебе никогда не скажут сделать что-то плохое. И всегда вы будете только в безопасности. Такая профессия полицейского. Это такая мужская профессия. Но на сегодняшний момент, когда я беру интервью с женским лицом. Вы большую часть времени проводите на работе, в форме. Хочется ли вам снять форму и одеть что-то? И какой вы стиль вообще предпочитаете, когда приходите домой? Или когда у вас выходной день? Или у вас не бывает выходных? Какой вы стиль в одежде предпочитаете? Ну, лично я, когда прихожу домой, более спортивный стиль одежды выбираю. Но когда на работу получается, что прихожу не по форме, тогда это, конечно, каблуки, рубашка, юбка. Это классический стиль. Он мне тоже нравится. Но дома поэтому и спортивный. Потому что он удобнее ходить, одевать. И поэтому так одеваюсь. Вы говорите, спортивный стиль. Спорт присутствует в вашей жизни? Да, конечно. Спорт присутствует в нашей жизни. Какой именно? Каким видом спорта вы предпочитаете? Или просто, например, утренней зарядкой или пробежкой? У нас в инспекторате проводится еженедельно спорт с девочками. Мы там тоже бегаем, занимаемся разными упражнениями. И плюс к этому я посещаю и спортивный клуб. И у меня там тоже по 2-3 раза в неделю я хожу на спорт. Каким характером должна обладать женщина полицейский, работая в такой профессии? Вот какой у вас характер? Ну, у меня, в принципе, добрый характер, потому что мне очень нравятся дети. Я с ними очень хорошо общаюсь, нахожу общий язык. Конечно, женщина должна быть уверена в себе, так как эта профессия не только мужская, но, как мы знаем, и женская. Но, конечно, дома и не забывать быть женственной более, чем на работе. А так, я очень люблю детей, я по натуре добрый человек. И с людьми постарше тоже как бы разговариваю, всё. Но меня любят дети, я их люблю, у меня более добрый характер. Мы поговорили, вот вы сейчас говорили о своей работе, чуть затронуя слово «семья». Я хочу узнать, в семье кто главный у вас? Потому что на работе, как я понимаю, мужчины всё равно, если вы даже младше по званию, они как бы к вам присутствуют, как бы к вам прислушиваются. И только потому, что, может прислушиваться, могут делать какие-то снисхождения, потому что вы женщина. А дома как у вас? Кто у вас дома хозяин? Ну, конечно, мужчина в доме хозяин. Вы даёте знать ему, что он дома хозяин? Ну, я как его знаю, для благополучной семьи нужно дать понять мужчине, что он главный, а в доме главная женщина, по сути. Ну и когда в детстве у нас тоже дома папа был главный, как мужчина в доме, ну и так и сейчас в моей семье тоже мужчина главный. Секрет семейного счастья тогда? Вот поделитесь с женщинами, раз вы говорите. Потому что в основном все женщины говорят, что когда они говорят, спорят дома, кто в доме хозяин, мужчина говорит «я», женщина в ответ отвечает «ну я же говорю, что я». Понимаете, поэтому я говорю секрет семейного счастья, чтобы мужчина чувствовал себя действительно мужчиной в доме, и чтобы вы были с ним, как за каменной стеной. Ну, это, конечно же, прислушиваться к друг другу, уважать мнение друг друга. Конечно, более у нас рассуждаемые и мудрые мужчины. И я думаю, что главное, конечно, и любовь должна быть обязательно. Ну и уважение. Вот это, я тоже думаю, превыше всего. Если ты будешь его уважать, и он тебя будет уважать, значит проблем таких не будет. Мы так плавно будем говорить. Немножечко о семье, немножечко о работе. Анечка, если можно рассказать, в каких главных проектах вы участвуете. Потому что я, как интернет-телевидение ТВБ, который проводит этот проект с полицейским за чашечкой кофе, кроме этого проекта, я сотрудничаю с вами. Я еще сотрудничаю с вами, ведя проекты. Вот, назовите, в каких проектах мы с вами встречаемся, пересекаемся и снимаемся, чтобы нашим телезрителям было понятно, что у нас в городе творится, что у нас делается для детей, для безопасности детей, не только детей, но и наших горожан. Да, конечно. У нас есть проект «Заботливые бабушки и дедушки». Мы в нем с вами чаще всего встречаемся. Этот проект был приведен из Италии. У нас он стартует уже год. У нас на данный момент есть 40 бабушек заботливых в городе Бельц. Это много-мало? Ну, это я бы сказала нормально, так как у нас, конечно, должно быть больше, потому что у нас больше пешеходных переходов, где есть риск, что дети могут попасть в какую-то непредвиденную ситуацию. Но сейчас, на данный момент, все заботливые бабушки и дедушки стоят на пешеходных переходах рядом с учебными заведениями. Они в каждое утро переводят их дорогу к школе и в обед, когда они заканчивают уроки, приводят их обратно. Детишкам очень нравится. Да, и наши бабушки счастливы, что люди... Находясь на пенсии, они чем-то заняты и востребованы, да? И в них нуждаются дети, они с ними всегда разговаривают. Вот сейчас, как и лето, уже у нас открылись лагеря, и вот они тоже меня уже звонят, спрашивают, когда мы пойдем в лагерь, мы хотим с детишками там тоже с ними поговорить, еще и на свежем воздухе как бы посидеть. Ну и вот у нас планируется в каждый тур, который в лагерях будет отдыхать, мы будем ездить и проводить по одной... будем проводить по одной встрече, будем рассказывать тоже правила, как себя надо вести в лагерях. Ну и бабушки, конечно, будут давать и свои дельные советы. Сейчас мы перейдем от работы, опять возвращаемся, скажем так, в вашу семью. Когда вы были маленькая, в детстве каждая девочка о чем-то мечтала. О чем мечтали вы в детстве, Анечка? Вспомните свои мечты детские, о чем вы мечтали. Если вы мечтали, сбылись ли они, а если нет, то какая главная мечта? Вот, например, я мечтала, о чем я мечтала, у меня практически забылось на 75%. Но говорят, надо мечтать, потому что мечты сбываются, как у вас обстоит с этим делом. Я с маленьких лет очень мечтала водить автомобиль. У меня... Это прям самая первая мечта была прямо у вас в детстве? Нет, не самая первая. Я даже не помню, какая самая первая мечта была. Но когда уже я подросла, в классе так, четвертом, пятом, у меня папа тоже водитель работает и работал. И мы всегда ездили в деревню. И мне очень нравилось водить машину, как он ведет машину. И, конечно же, я пошла учиться в 17 лет на вождение. И с 20 лет уже вожу профессиональный автомобиль. Мне на 20 лет родители подарили автомобиль. Какой ваш был первый автомобиль? Мой первый автомобиль был Volkswagen Golf Plus. Это была одна единственная мечта, да? Ты что не знаешь? Ну, вот я, например, в детстве, да, мечтала... У нас тогда были проблемы с куклами. Мне очень хотелось, чтобы у меня была кукла, которая ходила и разговаривала. Потом вот у меня появилась эта куколка. А вы... Когда, например, семейный праздник такой, да? Домашний семейный праздник, Новый год. И там принято под бой куранта загадывать желание. Вы верите в эту предмету, что загадывать это желание, оно сбудется? И сжигать нужно, его бросать в бокалы, выпивать. Знаете о такой традиции? Да, знаем о такой традиции. Используете ее? Да, как бы каждый год мы загадываем желание, но в последнее время не... Не сбываются? Вот, я хочу... Нет, не ставим в бокал, хотелось бы сказать. Не прожигаем эту бумажку. А как? Просто загадываем желание, когда бьют куранты... Про себя, да? Да, загадываем желание про себя и выпиваем. Ну, интересно, сбываются ли они после этого? Или вы забываете, о чем вы загадывали? Нет, не забываю. Но, по крайней мере, я загадываю желание, которое я уверена на 99% что сбудется. А зачем тогда его загадывать, если оно все равно сбудется? Ну, не знаю, такая, наверное, какая-то детская задумка или... не знаю. А я загадываю такие желания, я их загадываю, что самое интересное. Записываю на бумажечке, кидаю в бокал, успеваю выпивать под сбоку куранта. А потом мне все время муж спрашивал, ну вот ты вот столько раз загадываешь, каждый раз у тебя одна и та же традиция. Ты пишешь одно и то же желание или разное? Я говорю, разное. Они сбываются. Я говорю, я забываю, какие я загадываю желания. Поэтому, может, правильно, что вы загадываете то желание, которое вы знаете, что оно сбудется. Просто вы подталкиваете тем, что вы именно в новогоднюю волшебную ночь за года, оно 100% сбудется. Ваш рабочий день, даже, можно сказать, рабочая неделя, не как у всех, да, женщин. Пять дней в неделю работают, и два дня в неделю они отдыхают. У вас бывают такие моменты, когда вы можете работать и семь дней в неделю, да? Да. После этого не жалеете ли вы, что вы все-таки работаете в полиции, и что вам хочется почувствовать себя с женщиной, чтобы у вас было два дня законных выходных, чтобы вы могли делать планы на неделю, уже зная, что у вас два дня, и как-то свои планы, ну вот загадывать планы, реализовывать. А у вас бывает, можете загадать, да, разрисовать, а в непредвиденный момент вас вызывают на работу. В тот момент вы не жалеете, думаете, ёлки-палки, может, я не ту профессию выбрала, может, мне надо всё-таки ещё пока не поздно вернуться в какую-то другую. Нет, я никогда практически так не думаю, потому что мне работать тем, чем я занимаюсь, мне это очень нравится. И то, что у нас бывают иногда случаи, что мы обязаны выходить в выходные дни, ну, запланированное можно запланировать и на другую неделю, как бы, не катастрофически это, я бы сказала так. Но думать, бросить работу из-за того, что у нас такой график, я никогда об этом не думала. Это очень мне нравится, и я себя, по крайней мере, в другой какой-то работе не вижу. Ваш любимый праздник? Вот обычно все любят Новый год и День рождения, но с годами у нас, у женщин, остаётся один любимый праздник – это Новый год. Почему-то мы с годами перестаём любить свой День рождения. Как у вас с этим? Я свой День рождения, в принципе, люблю и, наверное, его буду любить, но мой самый любимый праздник – это, наверное, 8 марта. А что вы! А почему 8 марта? Ну, потому что это и считается и День мамы, и так как я очень люблю своих родителей, я в каждый год ей дарю цветы, её любимые цветы, ну и мне дарят цветы в этот день. И мне нравится, что женщина, она, как сказать, любима в каждый день, как и любима. А в 8 марта всё внимание ей даётся. Внимание и любовь, скажем так. Внимание и любовь, да. Как жалко, вот у нас наступает 8 марта праздник, все мы так ждём, да, 8 марта. Всё красиво, романтика, и наступает 9 марта. И думаешь, всё, жизнь была прекрасна, а сейчас она стала как будни. И получается у нас, у женщин, праздники в году бывают, день рождения, Новый год и 8 марта. Три праздника в году. А у мужчин намного чаще сказать почему. Вот почему они себе позволяют, например, раз в неделю устраивать себе рыбалку могут пойти, в баню, в сауну. Вы можете себе такое позволить в своей семье? Чтобы вы могли уйти на девичник раз в неделю, или куда-то поехать с девочками, сказать, на шашлыки мы уехали. Да, конечно, у нас в семье это тоже присутствует. Да что вы говорите, успокойте женщин, как надо себя вести, когда мужчина уезжает на рыбалку на 2 дня с пятницы до воскресенья, и чтобы ваше сердечко было спокойно и не билось. Что вам нужно в это время? Чем заняться? О чём думать? В принципе, он на 2 дня не уезжает, он может уехать на день, как бы. Я уверена в нём, потому что я знаю, с кем он уезжает. Это уж не так часто у нас присутствует, так как и я раз в месяц могу на девичнике отдохнуть с девочками. Ну так и он с мальчиками выходит и отдыхает. Мы понимаем друг друга, что это личное пространство, это друзья. Оно должно присутствовать в каждой семье, не только у мужчин, но и у женщин. Ну и у женщин у нас это тоже присутствует, и моё есть личное пространство, и его. И мы и так целый день и на работе, и дома всегда вместе, и практически и на выходные мы тоже всегда вместе. И даже если он хочет тоже отдохнуть с мальчиками, и девочки, как бы, и я присутствую. Так что у нас нету, как бы, отдыхаем мы вместе. Я хочу сказать, что вот в этом и заключается семейное счастье. Я, как девушка с опытом, с большим семейным опытом, хочу поделиться вам. Девочки, пожалуйста, доверяйте своим мужчинам, верьте, что им необходимы те дни, когда они уезжают. Знаете для чего? Когда они уезжают, они отдохнут, у них получается, как бы, перезагрузка. Они отвлекаются от работы, поверьте мне, они работают в большей времени, отдают своей работе ради того, чтобы у нас был семейный достаток, чтобы мы могли поехать куда-нибудь летом на отдых отдохнуть. Они все делают для того, чтобы мы были счастливы. А мы, женщины, должны делать все для того, чтобы им было спокойно работать. И чтобы они наша спина, а мы их тыл. Мы уже столько во всем поговорили. Не хочется, чтобы наше интервью становилось таким долгим, ненавязчивым. И под конец, мне кажется, я каждый раз задаю всем один и тот же вопрос. Советы на все случаи жизни. Вот какой вы можете дать совет, любой совет. У нас же в жизни столько разных проблем случается. И мы хотим найти на каждый вопрос какой-то ответ. И не зная, а вот посмотрев эту передачу, они скажут, о, я увидел, я услышал, и я этот совет как-то себе возьму на вооружение, потому что я еще не знал, что вот, о, вот в этом совете я нуждаюсь. Во-первых, хочу пожелать в каждом непредвиденном случае оставаться спокойными. И на холодную голову, как говорится, можно все решить. Не решаемых проблем, я так думаю, не бывает, они все решаемые. И если мы будем себя вести спокойно, мы их потихонечку и решим. Еще хочу добавить, чтобы, если мы все-таки, как моя профессия, связаны с детьми, я хочу посоветовать родителям. Общайтесь побольше с вашими детьми. И говорите им почаще, что вы их любите. Уделяйте им больше внимания. Разговаривайте с ними. Они в этом очень нуждаются. Я вот, когда слушаю вас, вижу, вы молодая девушка. Да. В отличие от меня, вы мне гордитесь в дочке. И у вас такие взгляды на жизнь мудрой женщины, которая пережила какой-то определенный промежуток времени. Вот как я. Вот вы мыслите, как я сейчас, на данный момент. И я понимаю, что вы действительно хороший тыл для своей семьи. Я знаю, что вы никогда не предадите своего любимого человека, что вы будете хорошей мамой, что вы воспитаете детей, которыми будет гордиться не только вы, но и наша страна. Я не хочу поставить точку в этой беседе. Я хочу поставить многоточие и сказать до новых встреч, дорогие наши слушатели. Это у нас проект с полицейским за чашечкой кофе. Я очень благодарна, Анечка, вам, что вы пришли и составили мне компанию. Я столько много нового узнала и поняла, что в нашей, в моей профессии накапливается какой-то опыт общения с людьми. Пообщавшись с вами, я приобрела какой-то новый опыт. Я вам очень благодарна. И я горжусь тем, что у нас в полиции служат такие женщины, с которых можно брать пример. И всегда говорю, страна должна знать своих героев в лицо. Это проект с полицейским за чашечкой кофе. Мы с вами прощаемся, не говорим до свидания, прощаемся. Или прощаемся и не говорим до свидания. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.